Здарова, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на АМХ М4-54. Буду конкретно комментировать сражение, и, соответственно, никаких новостей в этом видео не будет. Я так лично посчитал, потому что сам бой заслуживает отдельного внимания, так как моменты в этом сражении, они, все рамки, скажем так, какого-то обычного сражения полностью сломаны. То есть данный бой неординарный, он просто сверхредкий, и поэтому рекомендую досмотреть его до конца. Ну и, друзья, напоминаю вам, что последний шанс подключить набор Twitch Prime аккаунта, лучший стрелок, подключайте и получайте весьма годные прям танки. Ссылка на набор в описании. Следующего набора уже не будет. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы поиграть на сайте Vodhub. Ставлю 5000 золота. Посмотрим, сколько получится выиграть. Итак, коэффициент 3. И дайте коэффициент 3.6. Отличный коэффициент, можно было больше, конечно, ну ладно, окей. 3.6 тоже неплохо. И вот вам промокодик. Напишите в комментариях, пожалуйста, интересно ли вам эти промокоды. Потому что я раньше видел, что многие писали, блин, прикольно, промокодик на голду. Сейчас гораздо реже, соответственно, интересуется. Но в любом случае активируйте его, если хотите. И можете бесплатно поиграть в краш, например, просто испытать свою удачу. Также при пополнении вводите код Маракаси. Это в случае, если вы будете пополнять. Что я написал? Вот. Так. Вот, видите, работает. Итак, друзья, что же в этом сражении такого необычного? Ну, соответственно, сам бой начинается довольно-таки обычно, размеренно. Но вот после середины сражения начнется настоящая жесть. Ну и также стоит отметить смелость игрока, его рвение, наносить урон как можно быстрее и чаще. То есть, с самого начала боя он не стоит там где-то сзади всех, а, соответственно, воюет на фронте. И, друзья, напоминаю, что вы можете выиграть золото, если хотите, можете поучаствовать в розыгрыше. Достаточно просто досмотреть данное видео до конца и в комментарии указать свой игровой ник. И вы можете участвовать в розыгрыше золота. Тут игрок встречается с двумя вражескими тяжами и начинается заруба. Вы скажете, имба этот танк, что ты нам имбу показываешь? А я отвечу вам, ну, это имба, друзья. И бой настолько эпичный, что я даже пренебрег тем, что это сверх имба. Я уже не знаю, сколько видео по этому танку сделал, штук пять уже. Но все дело в том, что бои на нем получаются действительно весьма интересные. Я, возможно, еще не раз покажу какой-нибудь крутой бой. Да, вот тут, конечно, игрок потерял очень много прочности. И казалось бы, имба, имба, но фигаксы тебя пробивают голдой. То есть при использовании голды твоя броня часто превращается в тыкву, и ты уже не такая уж и имба. Поэтому все относительно, друзья. Где-то имба, где-то тебя пробивает там с одной плюхи какой-нибудь танк восьмого уровня. Но, тем не менее, игрок, соответственно, не сдрейфил и продолжает свой путь вперед. Уже он три тысячи урона нанес. И вот, мне кажется, вот это вот один из переломных моментов данного боя. В плане того, что он смог, ну, многих опасных противников тут уничтожить. Хоть и потерял на этом много прочности. Но, тем не менее, он, в общем-то, сломал оборону врагов. И это повлекло ряд таких вот весьма интересных событий в будущем. Да, тут еще и арта треснула на 302 урона. То есть, ну, вот, как думают обычные игроки. Вот они потеряли огромное количество, часть, ну, свою прочность потеряли. То есть, остается 800 там прочности, 500 прочности на танке 10 уровня. И они думают, да, блин, да пофигу уже, как бы, и так уже полумертвый. И нафиг это дальше тащить, нафиг дальше там пытаться нанести как можно больше урона. Но, на самом деле, практика показывает. Я уже, ну, тысячи боев посмотрел эпичных. Что это только начало. То есть, если у вас остается 500, там, 800 прочности, или вы вообще вшотный, то это еще не значит, что вы не сможете затащить круто. Тут урон по объекту 140. Ну, в общем-то, тут видите, что враги взламывают фланг. И начинают, соответственно, понемножечку там союзников ликвидировать. Но, тем не менее, сами понимаете, что стоять сейчас вот и ждать море погоды, это не лучшая идея, так как все-таки союзники сливаются. И оказаться в окружении это самое худшее, что может быть. То есть, если ты, соответственно, где-то провтыкаешь, простоишь, то, соответственно, может все закончиться крайне печально. Поэтому в данном случае игрок долго не стал ждать. Да, он отстрелялся, правильно сделал. И сразу же, соответственно, решает, что делать дальше. Ну, не прям сразу, но, соответственно, он начинает размышлять. А так вот у нас на карте тут прорвали, тут, короче, полный кабзец. И вообще этот бой полный жопец. И как его вообще можно затащить? Наверняка такие мысли, может быть, немножечко проскальзывали. Но, тем не менее, такие быстрые мысли игрок отмел в сторону. И, соответственно, решает, что была не была, надо действовать. Едет вперед. Вы можете видеть, что М60 и МХ-13 105 забирают тут бабаху. И игрок пытается встретить ЛТшечку. ЛТшечку нужно уничтожать обязательно. Она быстрая, она может и в корму зайти. И, соответственно, ни в коем случае нельзя ее упускать. Хлобысь и ЛТшка повержена. Но тут еще подъезжает итальянский танк Progetter 65. Ну, тут игрок, конечно, очень-очень смело пытается его уничтожить. Но от других вариантов, собственно, и нету. Потому что, если он сейчас промедлит, в любом случае, как бы, смысла стоять нету. Потому что приедут бабахи и заберут игрока. Поэтому он просто едет на итальянца. А тут еще и М60 подъезжает уже близко. Наш герой дамажит итальянца в корму. Просто преследует его, как обезумевший. И, соответственно, я не знаю, что тут делал итальянец. То есть он мог, в принципе, что-то поумнее придумать. Но, тем не менее, вот так он сыграл. И тараном его получилось забрать. Тут М60 подъехал. Плюха ему в борт. И дальше игрок, соответственно, пытается замансить. Как-то сблизиться с СТшкой. Чтобы он не пробил. Потому что прочности, сами видите, нету. И повезло, что М60 не пробивает. А тут еще и бабаха выезжает. Казалось бы, бабаха. Ну, выстрелила бы она сейчас фугасом. Пускай не голдовым. То бой был бы закончен. Зачем она зарядила в данном случае бронебойный снаряд? Вообще непонятно. Ну, конечно, игрок понимает, что сейчас у него есть какой-то небольшой тайминг. Для того, чтобы закрутить бабаху и нанести ей побольше урона. Чем он, соответственно, пользуется. Ну, вы можете видеть, как Wargaming пода под этот танк. Так что он, в принципе, ну, без проблем крутит, соответственно, вражескую ПТ-САУ. То есть скорости вполне даже хватает. Учитывая то, что тут броня, будь здоров. Бабаха уже, я думаю, практически подзарядилась. Ну, плюха я еще в крышу, извиняюсь, соответственно. Сами понимаете, что сейчас бабаха может легко фугасом там любую часть корпуса нащупать, выстрелить. И все пропало. Я, правда, не понимаю, почему она тут действует. Уж так, ну, как-то совсем не смело. Вот сейчас еще вторая бабаха выезжает. Это просто жесть. И FV215B183 подъезжает слева, но игрок уничтожает его. И каким-то образом еще и FV4005 промазал. Попал он в стену. Какое-то невероятное стечение обстоятельств. Конечно, самообладание у нашего француза, оно просто не какое-то фантастическое. И я бы на месте его бы уже, не знаю, очень-очень сильно нервничал. Может быть, он и нервничал, но продолжал тащить бой, потому что видел, что для него складывается все очень удачно. И, соответственно, фугасами раздамаживает он противника. И, в принципе, тут все практически уже почти завершено. Но не совсем. Еще надо арту забрать. Удивительно, что арта тут не стреляет очень долго. И, соответственно, ну, один выстрел арты даже рядом. И наш герой отправляется в ангар. У арты, сами понимаете, фугас, в общем-то, он не знает про броню, что это такое. Он, соответственно, в любом случае нанесет какой-то урон. И этого урона вполне может быть достаточно. Ну, это было реально потно. Это было сверхэпично. И, ну, в общем-то, редкость данных моментов, они зашкадывают. То есть, редкость и эпичность. Я могу только поздравить игрока, что вот так вот у него сложилась такая ситуация, что и бабахи его не пробивают, что, соответственно, противники подтупливают. И сам он при этом всем этим пользуется с удовольствием. Ну, конечно, я ни в коем случае не преуменьшаю, там, так скажем, значимость скилла игрока. Наоборот, я говорю, что он-то все правильно сделал. То есть, он воспользовался ошибками вражеской команды. И сама, в общем-то, ситуация, это она крайне необычная тем, что такой вот переполох случился. А вот и арта. Ну, вы можете видеть, что она похожа АФК. То есть, она не двигается, может быть, притворяется. Ну, наверное, арта просто увидела все это и вышла из боя. Сверху посмотрела и решила выйти из боя. Ну, и получилось уничтожить арту. Медаль Колобанова, конечно же, медаль Редли Уолтерса, остальная стена. В общем, множество медалей. 11702 урона. Ну, и 4050 урона игрок вытанковал. Потрясающее сражение. Надеюсь, оно вам понравилось так же, как и мне. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok